Сиюминутного, универсального рецепта нормализации ситуации в мире и Европе нет. Но есть универсальный инструмент, значение которого невозможно переоценить. Только путем спокойного, делового, мирного диалога можно отойти от края пропасти глобального конфликта, в котором не будет победителей, а потом действовать договорившись. Все более очевидна необходимость проведения в ближайшие годы международного саммита в рамках нового процесса Хельсинки под эгидой ОБСЕ, а возможно под эгидой Организации Объединенных Наций. Нужно принять документ стратегического характера по укреплению международной безопасности в Евроатлантике и в более широком масштабе. Сегодня невозможно решать эти вопросы без такого тяжеловеса, как Китайская Народная Республика. Важно учитывать также мнение других стран, чье влияние в мире сегодня растет. Мы готовы продвигать идею и Хельсинки-2, диалог Европейского Союза и Евразийского Экономического Союза, ОДКБ и НАТО, сопряжение с китайским проектом «Один пояс, один путь», СШОС, ОСЕАН, создание пояса цифрового добрососедства, об этом все больше сейчас говорят. Будем поддерживать все конструктивные идеи, направленные на преодоление разделительных линий, сохранение мира. Дорогие друзья, в центре внимания нынешней конференции судьбоносная тема. Хочу признаться, моя особая надежда здесь на ваши аналитические дискуссии. Сейчас диалог идет не друг против друга, а друг с другом. Это уже хороший прогресс. Так и должно быть в дискуссии. Аналитики, эксперты, по сути, не ограничены в своих суждениях. И в отличие от политиков, могут позволить себе сказать все, что считают нужным. Обозначить любые идеи, вплоть до самых нестандартных. Предложить решения, которые сейчас нужны международному сообществу. Я хотел бы пожелать вам продуктивной работы, интересных, активных дискуссий. Очень рассчитываю, что прозвучавшие здесь мысли и выводы будут востребованы теми, кто принимает важные политические решения.